Всем привет! Меня зовут Виталий Штыбин. Я веду YouTube-канал Этнографика, Instagram-канал Штыбин Эйр по этнографии Краснодарского края Дегей. И я решил запустить новый проект, связанный с подкастами, в котором я буду выкладывать различные аудиозаписи из экспедиций этнографических, из того, что присылали мне подписчики, то, что не вошло в какие-то видеоролики или фильмы на YouTube-канале. Здесь действительно интересные и важные достаточно такие разговоры за столом, поэтому так и называется серия этих выпусков «Разговоры за столом», где различные респонденты различных национальностей, этнические группы делятся какими-то своими воспоминаниями, поют песни какие-то старые. И вот в этом конкретном выпуске я бы хотел с вами поделиться одной важной историей. Эта запись сторожила станицы Убинской Краснодарского края, Нины Николаевны Жабченко. К сожалению, Нины Николаевны с нами уже нет, запись эта была сделана несколько лет назад. И недавно одна из моих подписчиков в Инстаграм, Асия Таслановна, которая записывала эту женщину, прислала мне видеозапись, в которой бабушка дает такую некоторую предысторию об одной из старинных казачьих песенок названием «Миланка» и поет ее в двух вариантах – в коротком и в длинном. Ребята там записывали фильм о Великой Отечественной войне и где наша бабушка участвовала в качестве актрисы. Поэтому это видео в Ютубе будет сопровождаться некоторыми фотографиями черно-белыми, которые относятся не к реальному быту, в котором жила бабушка, а к элементам черно-белого кино, то есть это реконструкция. Ну, в общем, предлагаю вам послушать эту видеозапись и особенно обратить внимание на ее концовку, где бабушка сообщает некий контекст, который привязан к этой песне, контекст, говорящий о том, что как только эта песня исчезнет из быта, то есть перестанут ее петь, то наступит своего рода конец света, то есть солнце перестанет вставать. То есть она как бы такое пророчество дает, которое передавала ей, в свою очередь, ее бабушка, которая поколениями уходит вглубь веков. И я напоминаю также, что этот канал, эти подкасты существуют исключительно за счет пожертвований и монетизации, поэтому буду очень признателен и очень рад увидеть вас в числе подписчиков YouTube канала «Этнографика» и спонсоров его, либо в качестве подписчиков, спонсоров на Patreon. Все ссылки находятся в описании к данному подкасту, к видео. И не забывайте также делиться с друзьями, ставить лайки, комментировать. Ну и если вы слушаете этот подкаст в YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видеороликах и подкастах на этом канале. Ну что, поехали, слушаем бабушку. Это под старый новый год Миланку поют. Ходят типа... Это перед посиланием, перед Миланка ходят, а потом, по-моему, там в них... Миланка ходила, Васильки носила, Василько, мой родитель, пусти меня в хатку, я жита не жала. Я жита не жала, золотик раздержала, золоту кадильницу, кадитеся, люди, до вас Господь будит, Богу свечу ставте, а нам калач дайте. А это длинно, это... Ну и эту ходят вечерами, когда праздник Миланки, ходят, вот это ж поют, и дают калач, раньше калачи такие, какие праздники не могут, калачи. Ну не булку хлева, а то его перекручивать, перекручивать, ну это... Ну и вторая, значит, вот эта судьба, мы гуртом ходили с баяном, с друзьями, весь северский район, все там и сельсоветы, и администрацию, и фабрику, и школу, где мы... И так нас здесь привали, а то откуда такой коллектив, откуда коллектив, субинка, ой молодцы, ой молодцы. И в сельсовете, мы теперь администрация с охотарням, разпевали, а кто вы, председатель, че кто... Попойте все, попойте, сейчас я прибегу, побег, чтобы нам гостинцы... Так нас и оплачували, и отблагодарювали, привезли и там гостинцев, и из фабрики, дырушки, не дырушки, а то, что обрізки. Он там сплетеный, под курточкой... Так вот, начинается... Шой учора, из вечора, там пошла миланка, два качура... Качура, утка, утка, качура, хлопцы... Шой пасюче заблудила... Загубила... А шукаюче заблудила... Загубила и заблудила... Ой, ты Василько... Василько, где кругом паша... Ой, ты Василько, мій братіку... Та й отведи меня до домоньку... А наша миланка, задні прянка... Та й на дні прибула, ножки мила... Білесенький квартух намочила... Повишила наворота... Масилько, где кругом паша, навороток... Та й висуши квартушок... Краще з воду й вітер... Сюди, туди... Та й висуши квартушок... Хоть ми з люди... А наша миланка... Не рабоча... А на ній сорочка... Паробоча... А ти, миланка... Не гордися... Та й старші хазяйки... Поклонися... А ти, хазяйка... Не скупися... Та й з нашою миланкою... Розплатися... Говорите, ніхто... Та й председатель повести... На фабрике... Нам і дирюшки ті давали... Хучами... Та ми ділилися... А потім... Хто може в'язати... Там... У мене вона не одна... А хто не може... Значить... Виноград підв'язали... І помідора... І майдори... Та не берусь... Ото так... Ходили ми... Так... Мої... Сестрі... Старшій Марусі... Царство души... Її вже нема... Тридцятого... Коли бабушка... Яка їй передавала... Старенька... Може така... Як я... І... Там... Внучка... Чи Маруся... Чи як назвала... Запиши... І запомни... Миланку... Тому що... Ранше... По Библії писалось... Библія... Може так... Як час історії... Ніхто не знає... О... О... Поки буде ходить Миланка... Поки буде світить сонце... Перестане ходить Миланка... Перестане світить сонце... А ще його тут ніхто не ходив... У нас... Я не знаю де... Буває... І там і в районі ходять... І там... Краї... А чо... Може перестати Миланка... Ось війна... Як була... Донецьк... Луганськ... Такой там Миланка... Там раді були вижити... Так ось... І дійсно... Що перестане світить і сонце... І ото Маруся... Тоже вже... Була така... Старшенька... Ну вона... Умерла... Їй... 82... Було... А мені вже 87... Ось через місяць... Так що... Вона все розказувала... Смотріть же... Не забувайте Миланку... Ходить... Тому що... Бабушка так... Каже... Мені передавала... Казала... «Пока буде ходить Миланка... Тока буде світить сонце... Перестане ходить Миланка... Ну от... По обстоятельствам... Перестала... І мало ли що... Це ж то... Війна тощо... Не стане світить сонце... А тепер он же атоми... Всякі... Всякі ж... Ракети... Так що... Можна і думати... Що таке може бути... Не доводилось...